Примоники 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 химиков, технологов, биологов или других специалистов. Какие часто туда в состав входят препараты? То есть это часто биологически активные добавки входят, ферменты, фитогормоны, белково-пептидные соединения, гиалуроновая кислота и различные фруктовые кислоты и другие компоненты. Ну и компания NSP представляет инновационную линейку итальянской омолаживающей косметики, профессиональной для домашнего использования. В чем ее профессиональный подход, вот сегодня мы и рассмотрим. Косметика произведена на производстве высокотехнологичного предприятия в Италии, рядом с Миланом. Бримонике относится к касслицептике, работает на глубоких уровнях дермальном слое, стимулирует коллаген, эластин воздействует и запускает проблемы обновления и омоложения клеток. Вот за счет чего сейчас будем рассматривать. Значит у нас 8 новых продуктов и по порядку о каждом. Первый очищающий матирующий тоник. Прекрасный продукт. Если вы хотите сделать подарок человеку, который еще не знает косметики, подарите ему тоник. Вот поверьте, все будут в восторге. Кто пользовался тоником? Шикарный, просто шикарный продукт. И когда я начала, готовила презентацию, посмотрела, за счет чего же такое действие этого прекрасного тоника. То есть не берите, пожалуйста, программу без тоника. Мой вам совет. Значит, в аннотации мы смотрим основные действующие вещества. Экстракт красных водорослей, ротофита, экстракт планктона, алоэ гель и гомомелис. Увлажняет, тонизирует, очищает, эматирует и успокаивает. Экстракт планктона или красных водорослей. Значит, здесь сырьем служат микроводоросли порфиридиум кровавый. И кровавые они называются не просто потому, что они по цвету красные, а потому, что здесь огромное количество микро- и макроэлементов. И по составу красные водоросли идентичны крови человеку. Представляете? То есть богаты минеральными веществами и калием, натрием, магнием, железной, серой, кремнием. Для кожи очень важно. Посмотрите, в состав экстракта планктона входят полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6. Полисахариды, аминокислоты, альгиновая кислота, витамины А, С, Д, В, Е, П, П, П. Кстати, красные водоросли, они обладают огромным количеством, они рекордсмены по количеству витамина С. А витамин С для кожи, для чего нам нужен? Синтез коллагена. Дальше. Активные ферменты. Это все в планктоне. Нормализуют клеточный метаболизм и хлорофилл. Не смотрите, что они красные, там большое количество хлорофилла водоросли. Действия его. Солнцезащитные. Понятно, что водоросли как-то приспособились к ультрафиолетовому облучению. Значит, солнцезащитный, сильный эффект, антибактериальный, иммуностимулирующий, противовоспалительный и омолаживающий. Вот экстракт планктона дает немедленный эффект лифтинга и снижает выраженность и глубину морщин. Убирает очень хорошо покраснение и шероховатость кожи. Фактически, вот при любых повреждениях, это скорая помощь немедленная. То есть, любой укус, любое повреждение, любая ссадина, вы можете смело обрабатывать нашим тоником. Очень сильное бактерицидное действие. И еще, у красных водорослей такая адаптивная способность, они выделяют определенное вещество, экзополисахарид, за пределами своей клеточной мембраны. То есть, тем самым, они сохраняют влагу. И вот это свойство очень хорошо используется в тонике. То есть, тоник дает такую защитную пленочку, которая удерживает влагу. Вот. И вот увеличение содержания влаги в роговом слое, то есть поверхностном. Значит, в экспериментах доказано, насыщение влагой достигает 61%. Ребят, это очень большой процент. А влага нам для чего нужна? Для синтеза, да, там тех же коллагена и эластина. Так. Вот защитная пленочка. Значит, противовоспалительная, омолаживающая, антимикробная и еще противовирусные действия. И еще красные водоросли обладают антиоксидантным действием. Кому же показан экстракт планктона, то есть наш тоник, да? Как омолаживающую программу, как стойкое увлажнение, для стойкого увлажнения кожи, солнцезащитный. При профилактике бактериальных загрязнений кожи, противовоспалительная. При покраснении, при куперозе, то есть повышенное количество мелких сосудов. И при перепаде температуры, ветре. То есть летом вы можете просто даже выходить на улицу, наносить наш тоник, и он будет обладать этими свойствами. Поэтому я говорю, что если вам надо подарить, даже просто подарите один тоник. Гомомелис. Гомомелис, его называют медь-ведьмин-аре. Такой большой, высокий куст, он используется для ландшафтного дизайна. Растет родина его Северная Америка, растет на Кавказе, Восточной Азии. Индейцы его очень использовали много. Используются и цветы, и листья, и корни кустарника в медицине и косметологии. Почему же его называют ведьмин-орек? Он обладает удивительным свойством. Когда все зимой, все сбрасывают листья, гомомелис начинает цвести. Он не просто цветет, у него такие лохматые, яркие, паукообразные цветы, там, желтого, красного цвета. Но еще одновременно с цветением он еще начинает плодоносить. Он вообще с ума посходил, да. Когда все спят, он начинает активную деятельность. И вот гомомелис, гамма, одновременно мелис-плод. Одновременно и цветение, и плоды. Его называют кустарником жизни. То есть, когда природа угасает, готовясь к холодам, гомомелис зацветает. Ну, то есть, представляете, какая стойкость у этого растения. То есть, какой должен быть иммунитет у растения, которое зимой, в мороз начинает цвести, плодоносит. Почему же ведьмин-орек? Ну, в общем, это еще не все. Когда он созревает, с громким треском взрываются плоды. И выбрасывают орехи на расстояние 10 метров от дерева. Какой там мировой рекорд по прыжкам с места, я не знаю, по прыжкам в длину. Не знаю, 3-4 метра. 10 метров. Представляете, как это растение хочет жить и какую у нее действительно стойкость. И вот это необыкновенное свойство породило такое количество мистических легенд и мифов. В косметике. Как же это вещество применяется в косметике? Во-первых, она обладает, экстракт гомомелиса обладает сильным вяжущим свойством. То есть он регулирует выделение кожного сала, стягивает поры, освежает кожу, эффективно избавляется от сибарей. То есть у кого вот жирная кожа, пористая, вот гомомелис очень хорошо стягивает вяжущим средством. При жирной сибаре. Дальше, омолаживающее действие. За счет чего? Увеличивается микроциркуляция крови в капиллярах. Противовоспалительное. Очень сильное антибактериальное действие. И плюс еще противогрибковое. Поэтому акне, любые гнонички любого происхождения, травматическое повреждение дерматиты. То есть мощное противовоспалительное действие. Заживляющее. Предохраняет от ультрафиолетового излучения. Солнечных ожогов. Быстро затягивает трещины, царапины на коже. Укрепляющее. Снимает отечность. Синяки под глазами. Куперозную сеточку. Посмотрите, два продукта. И экстракт лантона, и гомомелис работают. Одновременно усиливает синергизм. Усиливает действия друг друга. Применение. Причувствительная поврежденная кожа. Жирная кожа лица и головы. Сужение пор. Мощное омолаживающее средство для стареющей кожи. Восстанавливает кожу после повреждений. Гематомы. Расширение сосудистой стенки. Для бритья, после бритья, после эмиляции. То есть можно применять. Мужчинам скажут спасибо. Иногда кремом они, может быть, постесняются пользоваться. Но вот этот продукт, этот тоник, он и молаживает, и бактерицидный. Сужает поры. То есть прекрасно для всей семьи. Применяется у детей при опрелостях. То есть и в детской косметологии. То есть вы видите тоник. Это вообще палочка-вырущалочка. Особенно если вы видите куда-то. Обязательно можете все не брать. Но тоник у вас должен быть. Я так именно остановилась, потому что он действительно уникальный. Так. Где еще? Ну, гомомелис. Расширение вены, геморрой, даже псориаз. Пролежние. Ушибы, синяки, я сказала. Так. Не вызывает аллергию. Вот что мне понравилось. Смотрите, какую информацию я нашла. Что гомомелис. Недавно исследования показали, что экстракт гомомелиса по силе своего противовоспалительного действия равен крему, содержащей 1% гидрокортизон. То есть к гормональному крему. Ну, кто врачи, тут понимают, да? То есть 1% гидрокортизон. Это действие гомомелиса. То есть действительно уникальный продукт. И нам компания дала вот такой тоник. Вот можете ничего не брать, но тоник у вас должен быть обязательно. Ну, то есть обязательно. Нет. Да. Отнеситесь к этому действительно серьезно. Так. Ну, алоэ вера. Я алоэ гель, я не буду на этом останавливаться. Вы об алоэ все знаете, просто по времени. Дальше у нас идет тройка антивозрастных кремов. Дневной, ночной и интенсивный ночной. И крем под глаза. Начнем с антивозрастного. Я с таким ожиданием ждала новую косметику. Мне очень нравилась наша осветляющая линия. Мне очень нравилась наша пептидная косметика. И я думаю, господи, ну что же будет пептид? Я все время мило утерзала. Говорю, мило, пептиды будут. Вообще что будет? Ира будет хорошая косметика. Вот. Я вот с таким ожиданием смотрела, но мои ожидания, в принципе, даже превзошли, то есть оправдались. Действительно, компания нам дала очень шикарный продукт. Дневной крем, антивозрастной крем. Значит, здесь мощный крем, много антивозрастных компонентов, пептиды, масла, витамины. Это вот то, что пишется в аннотации. И инновационный комплекс «Гравито-контрол», который борется с провисанием кожи и улучшает устойчивость к гравитации. Также осветляет кожу, увлажняет и восстанавливает. Это то, что вот написано в аннотации. Ну, рассмотрим каждый ингредиент. За счет чего? Начнем с перуанского перца. Розовый перец. То есть любой перец, он повышает тонус. Это работа с дряблой кожи, которая потеряла свой тургор, свой тонус, свою упругость. Дальше. Он используется для крупнопористой кожи и нормализует выделение кожного осала. И также оказывает омолаживающий эффект. Ну, вот по поводу розового перца, это, конечно, я просто свою историю. Я когда-то в одном очень таком итальянском дорогом ресторане ела рыбу, красную рыбу с белым соусом и с красным перцем. Там почему-то было вот такая, в меню написано «с красным перцем». Никто же не пишет, там рыба с черным перцем. Там было написано «с красным перцем». Действительно, блюдо было изумительное по вкусу. Я потом хотела дома сделать. Ну, подумай, что там красную рыбу. Там, это самое, залил белым соусом, посыпал перцем. И я нигде не могла найти этот розовый перец. То есть у нас он где-то не продавался. Я как-то вот ездила по... За границей нигде не было. И один раз в Стамбуле на рынке просто там шла по рядам и продавали специи. Я думаю, да, наверное, тут не будет. Я говорю, розовый перец. Он говорит, да, есть. И я сразу взяла. В чем же разница? Действительно, очень дорогое сырье. Очень дорогое сырье. Вот у нас перуанский перец, вот, наверное, там произрастает. И есть такой острый аварийон. Обычно оттуда берется сырье. В чем же его там фишка, да? Он обладает очень такими запахами, очень интересными нотками. Вот представьте себе запах можжевельника и хвойных пород. Потом нежные ноты цитрусовых, имбирные ноты. Это все вместе. Можжевельник, смотрите, цитрусовые и еще имбирные. То есть действительно он дает очень такой интересный запах. И это очень дорогое сырье. И я посмотрела, оно используется в парфюмерии в очень дорогих брендах. Ну, Герлен, Ланком, Шанель, Ивсен-Лоран, там, Москина. То есть это сырье в очень дорогих там парфюмерных, ну, в общем, в дуках используется. И у нас это сырье есть в дневном креме. Дальше. Масло шеи. Я думаю, просто о чем и почему остановилась, что это очень дорогое сырье. Просто не смотрите, что просто перец. Это действительно дорогое сырье. Масло шеи. Смягчают, увлажняют, борются с морщинами. Аналог масла какао. По увлажнению. Дальше. Масло семян граната. Любимый ингредиент возрастной кожи. Питают, увлажняют антиоксидант. То есть о каждом продукте можно говорить, но я фишечки вам просто расскажу. Масло косточек черешни. Вот есть черешня, а это масло из косточек. Тоже очень дорогое сырье. И это эликсир для возрастной кожи. Защищают от фотостарения. Очень сильно обладают увлажняющим, успокаивающим антиоксидантным действием. Ну и вот то, что меня обрадовало. Стабилизированный витамин С. Я очень горько-горько плакала, когда у нас забрали, ну, когда убрали нашу отбеливающую линию. Я просто лила слезы и говорила, ну как можно было такую линию забрать. И тут я вижу, стабилизированный витамин С. В общем, я закричала, вау, это то, что надо. Почему? Потому что витамин С способствует выработке коллагена. Защищает ДНК от экзогенного стресса. И уменьшает меланогенез. То есть выравнивает, осветляет кожу. Дорогое это работа с пигментным пятном, профилактика пигментации. Это очень актуально. Значит, то есть можно брать витамин С, но витамин С очень нестабильный. И при просто присутствии кислорода, присутствии ионов металла, тоже просто при нагревании потеряет свои свойства очень быстро. Поэтому внести его в крем, ну, нельзя. Он просто, ну, может быть, кто-то может нести, но действия этого витамина С быстро очень разрушаются. И вот в 1990 году японец, фармацевт университета Акаяма, доктор Идару Ямамото, синтезировал новую производную витамина С, которая получила название 2-глюкозит аскорбиновая кислота. И она сохраняет свою стабильность по сравнению с витамином С. И вот посмотрите, я не знаю, видно на графике. Вот синяя линия это обыкновенный витамин С, а красный это стабилизированный витамин С. То есть в зависимости, вот тут первое, это часы, видите, как теряется свойство дней, там вот, ну, короче, он абсолютно долго может сохраняться в стабильном виде. Кроме этого, есть такое очень интересное свойство, у этого стабилизированный витамин С. Когда вы его наносите на кожу, у нас на коже есть определенные ферменты, которые активизируют этот витамин С, и он очень долго работает. То есть у всех на коже есть вот эти энзимы, называется альфа-глюкоазидаза. Вот. И она способствует постепенному освобождению витамина С. То есть крем с этим стабилизированным витамином С работает долго. Он охраняет вашу кожу и от выработки мелатонина, и также стимулирует синтез колодина. Понимаете? Почему я обрадовалась, что у нас есть стабилизированный витамин С, и он у нас в дневном креме. В одном продукте, только в дневном креме. Ну, спасибо. Да. Так, вот он, вот то, что я сказала, высвобождается ферментом на коже. Так. Дальше, что еще делает? Вот проводили исследование синтез коллагена. То есть в течение времени синтез коллагена снижается. А вот стабилизированный витамин С, 2-глюкоазидаза, аскорбиновая кислота, демонстрирует постоянную активность. Вот видите, красные столбики. Вот, посмотрите, синяя, это контрольная группа, красным. То есть идет постоянный синтез коллагена. Нам это надо? Надо. Кому надо? Всем. Я тоже думаю, это всем надо. Постоянный синтез. А, хорошо. Так, дальше. Теперь посмотрите, вот фотографии видны, да? Вот слева такие темные бракозябры, это мелатонин. То есть тот, что вызывает пигментацию. И вот есть стабилизированный витамин С. Идет мало того, что замедляет активность тирозиназы, которые участвуют в синтезе мелатонина. И других продуктов промежуточных... Меланина. И вот в этих самых промежуточных стадиях синтеза меланина. Понимаете? То есть это дело стабилизированный витамин С. То есть видите разницу? Так. Дальше. А, если уже есть пигментация, да? То есть конкурс и предупреждает развитие пигментации. Если есть, он уже снижает количество меланина. Замедляет. Делает ее менее заметное. Дальше. Делали эксперименты. Если есть, наносили ультрафиолет на кожу и наносили стабилизированный витамин С. Не было покраснения. То есть это еще и защита. Эффективность была приблизительно 73%. Вот смотрите верхний график, да? Эффективность. То есть полностью блокируется воспаление и ожог от ультрафиолета. Ну и так далее. Ну то есть действительно, вот это подарок компании, то что они внесли стабилизированный. То есть получается у нас в одной серии сразу же несколько серий. Те, которые у нас были. У нас была отдельно светляющая линия, отдельно пептидная косметика. Здесь у нас все вместе. Это очень здорово. Вот это мультифункциональность нашей косметики. Сразу на несколько функций работы ингредиентов. Дальше. Ацетилдипептид. Я, конечно, ждала, смотрела пептиды. Где же пептиды, какие пептиды. Значит, у нас здесь в дневном креме только в одном креме пептидный комплекс. Он называется ацетилдипептид-1. Он борется с провисанием кожи, улучшает ее устойчивость к гравитации, стимулирует синтез эластина и эффективно обеспечивает эффект лифтинга. Точно. Будьте здоровы. Значит, с возрастом сопротивляемость ткани гравитации постепенно уменьшается. Одно из наиболее заметных последствий ослабления ткани кожи – это обвисание кожи щек, вызывающее изменение контура лица, придавая лицу выражение такой скорби. В принципе, ацетилдипептид мы знаем. У нас в нашей пептидной косметике, помните, был комплекс «Идеаллифт». Я о нем рассказывала. Вот, ацетилдипептид – это комплекс «Идеаллифт». Значит, эластин. У нас в коже всего 2-5% эластина. То есть очень мало. 2-5%. И нам этот белок надо сохранить 2-5%. А с возрастом количество уменьшается. Так вот, что делает ацетилдипептид? Он делает грамотную подтяжку кожи. Он заставляет выработать свой родной эластин. Это очень важно. Не просто там дают какой-нибудь куриный коллаген или еще какие-то синтетические вещи. Здесь этот пептид заставляет вырабатывать свой собственный родной эластин. Это важно. И там много модификаций, а много вариантов этого эластина. Вот он как раз синтезирует все вот эти родной этот эластин. Так. И кроме этого вырабатывает гиалуроновую кислоту, снимает раздражение и покраснение. Значит, идеал лифт в 4 раза повышает выработку эластина в клеточных структурах. Тем самым делает помолодевшую кожу и четкий овал лица. Проводили тест, эксперимент. 26 женщин-добровольцев. 4% идеал лифт наносили. Значит, женщин 54-75 лет, которые страдали от провисания кожи. Дважды в день наносили крем 4% в течение двух месяцев. Но уже через месяц после применения увидели эффект. 80% участниц кожи стало более упругой. И фактически содержание эластина увеличилось более чем на 94%. А у нас всего 2-5% эластины. Ребят, если за 94% увеличивается, это здорово. Я считаю, что очень хорошо. То есть один пептид и смотрите, как он работает. Ну вот примеры, да. Слева контроль до и после. Видите? Не знаю, видно вам? Немножко видно, да? Вот, проводились тесты здесь на... Ну, не буду просто сейчас... Много тестов на сопротивление провисанию, эластичность, поверхность подбородка. То есть, ну, это вот фотографии тех тестов, которые проводились с использованием идеал лифта 4%. Это смотрели тоже на разрезе кожи, до и после, до и после. Ну, не знаю, видно или нет, допустим, до и после. Количество эластинов. Видите, что действительно увеличивается. То есть, о чем это говорит? Что это... Эффективность доказана. Не просто там... Мы сказали, что крем безопасный. А здесь доказана эффективность этих пептидов. Также делали вот грузик 35 грамм. И прикрепляли кожу на нижней части лица. И делали замер устойчивости кожи к провисанию. Уменьшение площади растяжения на 24%. Видно, не видно? Видно, да? Так, ну, это вот исследование. Резюме. Преимущества применения идеал лифта или ацетилдепептида. Результатов клинических тестов. Вот 4 фразы, просто запишите. Повышение выработка эластина в 4 раза после 60 дней. Увеличение выработки тропа эластина. То есть своего родного эластина в обнеклеточном матриксе 90%. И уменьшение площади растяжения кожи на 25% за 30 дней. Вот это вот как бы результаты тестов. Интересно это? То есть, ну, это... Я вам говорю, что это действительно уровень профессиональной косметики. Не просто взяли там... Намешали чего-то и сказали, будет увлажнение, там будете вы молоды. Здесь проводятся исследования, которые действительно показывают это. Так, косметическое свойство моделирования овала лица, возвращение кожи эластичности, гладкости, сокращение глубины морщин, успокаивающее, разглаживающее действие, антицеллюлитное действие даже. И помогает снять излишнюю чувствительность кожи. Вот это наш дневной крем. Но это еще не все. Этот же пептид, оказывается, еще кроме того, что он синтезирует эластин, он еще может разглаживать мимические морщины. И предупреждать их повторное появление. То есть, один пептид имеет сразу две функции. Вот. Значит... Значит, он дает сигнал на блокировку нейромедиаторов, которые вызывают сокращение мышц. И за счет расслабления мимических мышц идет разглаживание вокруг глаз и в области лба. Ну, это вот типа псевдободекса и так далее. То есть, представляете, один пептид имеет сразу несколько функций. И вот этот комплекс, который передает импульс на мышцу, его назвали снары. То есть, комплекс, который принимает непосредственно участие в стимуляции сокращения лицевых мышц. И вот этот пептид, ацетилдепептид, он блокирует этот комплекс снары. Вот видите, он на втором рисуночке, ко мне ближе, видите? Он обведен. То есть, передача импульса. Если блокируется этот комплекс, то мышца перестает сокращаться. И что? Разглаживаются. Так вот, в 2017 году три американских ученых, Рэнди Шекман, Джеймс Ротман и Томас Зюдов, получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование механизмов, регулирующих визикулярный транспорт. Что такое визикулярный транспорт? Они исследовали, почему мышца сокращается, каким образом, что заставляет сокращаться именно эту мышцу, в этом месте, какой механизм. И оказалось, что внутри есть определенные визикулы, которые передают этот импульс. Сейчас покажу. Вот, значит, все дело в волшебных пузырьках. Вот Рэнди Шекман, Джеймс Ротман и Томас Зюдов в своих работах объяснили, как различные вещества двигаются внутри клеток в мембранных пузырьках. То есть, представляете, в мембранах пузырьки. Мембранные пузырьки. Работа каких генов для этого необходима? Как на молекулярном уровне происходит влияние визикул и как этот процесс регулируется в нейронах? И особенно важно, чтобы происходило именно только в нужное время и в нужный момент. То есть, представляете, насколько это глубокие работы. Вот слева эта картинка слияния вот этих визикул с клеточной мембраной. Это действительно такой сложный процесс, но они за это получили Нобелевскую премию. И вот посмотрите, какая красивая картинка. Работы Ротмана позволили сформулировать так называемую смарт-гипотезу. Модель, которая объясняет, почему визикулы сливаются с клеточными мембранами именно в тех местах, где это необходимо. Так вот, наш ацетилдепептид блокирует вот этот комплекс. Понимаете? Именно я просто нашла, что ацетилдепептид блокирует комплекс НАРА. Потом начала смотреть, а что же такое комплекс НАРА? Оказывается, в 17-м году ребята получили за это Нобелевскую премию. Представляете? То есть, какими технологиями мы пользуемся. Это наш дневной крем. Да. То есть, вы видите, и эластин, и работа с мимическими мышцами. Ну вот, вы смотрите, ученые в виде комикса нарисовали информацию о визикулярном транспорте нейромедиаторов. Как нейромедиаторы передают импульс на мышцу. Ну, в виде комплекса, потому что это действительно очень сложные процессы. Ну, кто захочет, как бы может разобраться в этом. Да. Но я просто вам говорю, что это действительно, мы пользуемся передовыми, что такое профессиональная косметика. Мы с этого и начались. Это передовые достижения ученых. Это, значит, был у нас дневной крем, да? Теперь интенсивный ночной крем. Интенсивный. Идеально подходит для кожи, которая требует антивозрастной запуты и глубокого питания. Значит, что сюда входит? Гиалуроновая кислота, масло ши, масло семян подсолнечка, витамин Е и экстракт семян и чменя. Ну, конечно, главное действующее визико здесь – гиалуроновая кислота. Тоже прекрасно. Это действительно, как бы, дорогое удовольствие. Нет, с гиалуроновой кислотой мы уже имеем гиалурон в виде крема. Значит, куда входит гиалуроновая кислота? Для тех, кто не знает, да? Она входит в состав матрикса коллаген и эластин гиалуроновой кислоты. Это вот матрикс нашей кожи. И входит в состав соединительной, эпидолиальной и нервной ткани. Значит, в теле человека 70 килограмм, 15 грамм гиалуроновой кислоты, которая постоянно преобразуется, расщепляется, синтезируется каждый день. То есть нам каждый день надо много гиалуроновой кислоты. Так, ну, вот входит в состав матрикса то, что я сказала – эластин, коллаген, гиалуронка. Значит, на упруглость и эластичность кожи может влиять именно эластин. А он вырабатывает, для его выработки нужно много воды. И гиалуронка, ну, вот посмотрите фотографии, кожа с низким содержанием гиалуроновой кислоты и с большим. Видите разницу? Какая лучше? Там, где гиалуронка, да. То есть, видите, если мало гиалуроновой кислоты, то образуются морщины. Важно нам, а у нас, значит, в креме есть этот продукт. Значит, одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать 500 молекул воды. То есть, иными словами, гиалуронка – это резервуар влаги, предотвращает пересушивание, потерю влаги. С возрастом количество гиалуроновой кислоты замедляется. Уже с 25 лет количество гиалуронки уменьшается. Вот градации там плюс 40 и так далее нашим кремом, ну, это чисто условно. Если с 25 лет количество гиалуронки уменьшается, можно назначивать? Да, можно. Так, значит, гиалуронка поддерживает водный баланс, защищает, регенерирует кожу, повышает тонус, упругость, уменьшает количество морщин, улучшает кровослабжение, восстанавливает работу сальных желез. Фактически гиалуроновая кислота в домашних условиях – простой вариант выглядеть отлично. Витамин Е, антиоксидант, витамин молодость, успокаивает. Иду быстро, потому что еще много интересных информаций. Масло ШИ, масло подсолнечника – естественные источники витамина А, Е, Ф. Масло семян ячменя – очень хорошо очищает кожу от мертвых клеточек, оказывает противоспалительное, ранозаживляющее, противоаллергическое действие. Убирает покраснение, зуд, раздражение. И хорошо увлажняет кожу. Так, ну… Так, крем под глаза. Значит, в крем под глаза входит экстракт планктона. Что такое планктон? Продукт, извлеченный из натурального морского планктона. То есть, это совокупность мельчайших организмов, обитающих в море, и которые переносятся морским течением. Я зашла в интернет посмотреть, что же такое планктон. Там такое количество этих всяких ракообразных, чешуйчатых и так далее. То есть, это огромное количество. И если, смотрите, содержит витамины, микроэлементы, альгинаты, йод, минеральные соли, кремния, фосфор, железо, натрия, калия, морская камень, хлорофилл. То есть, и стимулирует синтез церамидов в клетках кожи. Если мы говорили, морские водоросли, красные водоросли схожи, похожи на что? На кровь. То экстракт планктон схож с клетками человеческой кожи. Представляете? И экстракт помогает увлажнять самые глубокие слои кожи, нормализует гидробаланс. И он образует некое подобие сетки, которая удерживает влагу. А это крем под глаза. Важно это. Крем под глаза образуется сеточка, которая удерживает влагу. Да. Ну, если там кремния полно, если там они вот твердые, вот эти панцирии у них, эти иголки, вот это все перерабатывается. Благодаря этому разглаживаются мелкие морщинки. И проникавшая в дерму влага активизирует питание клеток кожи и вывод токсинов. И обеспечивает здоровый вид цвет лица. Также стимулирует выработку коллагена и помогает избавиться от мешков под глазами. Отлично? Отлично. Сюда еще входит экстракт лотоса. Тоже безумно дорогое сырье. Я когда почитала, как вообще добывает этот лотос. И, ну, то есть, действительно, китайцы считают лотос цветком открытой сердечности. Он у них изображает ран на земле. Это у них экстракт лотоса. Значит, здесь высокая концентрация биологически активных веществ. Флавоноидов, алкалоидов, тупельных, витамина С, группы В. Значит, так, вот смотрите, семена лотоса обычно высаживают весной, разбивают оболочку семян, заворачивают его в комок глины и пускают на дно запруды. То есть, представляете, целый процесс. Вот для того, чтобы получить масло лотоса, вот из сырья только 0,1-0,2% идет на масло. А экстракт еще дороже. То есть, безумно дорогое сырье. Во-первых, дорого вырасти, выращивают в Индии, в Тайване. А еще у нас не масло, а экстракт лотоса. Что делает? Ну, кроме того, что ароматический, теплый, сладковатый, травянистый аромат, значит, омолаживает, укрепляет тургор, делает кожу эластичность, разглаживает морщины. Это у нас крем под глаза. Увлажняет, тонизирует, придает свежесть. Так, сужает поры, противовоспалительность, снимает зуд, воспаление. Большое количество витамина С заживляет и отбеливает. То есть, обесцвечивает кожу, угнетает синтез меланина. То есть, этот крем под глаза, кроме того, что убирает книжки, убирает еще темные пятна. Темные круги под глазами. Вот за счет экстракта лотоса. Так, дальше. Интенсивный крем для увлажнения 48+. Просто песня, а не продукт. Он написан просто, допустим, там его говорят, для молодых, а это плюс 40. Ну, сейчас вы послушайте, каких он для молодых. Вообще, ну, какая-то градация бы, конечно, бы, просто бы написала, углажнение 48 часов. Как я с Милой поговорила, она говорит, вообще-то углажнение 72. Она говорит, ну, мы не стали писать, потому что не поверят. Иду по торговому церкву, про карт вывестили. Клиник, увлажняющий крем 72 часа. Ну, клиник может 72, мы почему-то постеснялись. Ну, чтобы вы знали, наш крем, дневной крем, увлажнение 72 часа. Так, увлажняющий, ультра увлажняющий актив. Значит, длительное увлажнение день-ночь, ну, это 48 часов, а если 72? Да, три дня увлажнения идёт. Отличная основа под макияж, быстро впитывается, оставляет свежесть, шелковистость надолго. Да, роскошная кремовая текстура. Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет жирного блеска. Так, защита от солнца, освежает, восстанавливает, осветляет. Значит, здесь гиалуронка, фильтры, масло и липа, или шарею с кокрылой. Отлично смягчает кожу, делает её упругой за счёт удерживания влаги. То есть, это масло может очень долго удерживать влагу, особенно это актуально в летнее время. Изысканы природные увлажнители. Испрессованы орехов, деревья, шары. Индонезия, остров Барнео, это вот в тропических лесах растёт. Рано заживляющим, увлажняющим, это масло и липа. И вот ультра увлажняющий актив. Значит, вот здесь два, в этом ультра увлажняющем активе, два инновационных комплекса. Значит, первый, это комплекс на основе аминокислот. Три аминокислоты, пралин, аланин и сирин. Что они делают? Значит, вот эти аминокислоты, они объединяются на поверхности эпидермальных клеток и заполняют мелкие морщины, обеспечивая выравнивание поверхности кожи. Всего лишь. Ну вот так спокойно, как будто, да? Вот прям каждый день у нас заполняют морщины и выравнивают контркожи. Действительно, аминокислоты, знаете, как пломбирующее такое средство, заполняют морщинки, выглаживают, разглаживают поверхность кожи. Просто потрясающе. И это всё естественными аминокислотами. То есть что такое аминокислоты? Это кирпичики, да? Вот этими кирпичиками заполняются. Но вот именно эти три аминокислоты комплексы могут заполнять именно морщинки. Это одна часть. Ну и вторая часть. Там есть какие-то бактерии. Называется экстракт фермента бактерий псевдоальтерома. Иначе называется антарктицин. Вот первая часть что-нибудь напоминает антарктицин. Антарктика, да. Вот особый белок, создаваемый бактериями, этот белок называется гликопротеин или антарктицин. Значит, эти бактерии были найдены совсем недавно. Ну как, для истории. В 1988 году испанскими научной экспедиции у подножья в Иле. Где там Ил нашли, ну где-то нашли. Значит, в Иле у подножья ледника залив Адмиралтейство остров Короля Георга. Вот были найдены вот эти бактерии. Ну, представляете, минус там, я не знаю сколько там, 60-е, не знаю сколько там, в Антарктике. Вот. И растут бактерии, они просто растут. Они удерживают влагу, еще и размножаются. И ученых это заинтересовало. Кто-то жутно подумал, а можно же это использовать и в косметологии. И вот смотрите. Значит, вот этот белок, вот этих бактерий, удерживает влагу. И выдерживает сильные морозы. Он как и морозы, так и повышенную температуру, и давление может выдерживать. Так. Значит, вот эти бактерии их называют экстремофилами. Ну, экстремофилами, потому что жить и размножаться в таких условиях, это, конечно, да. Вот. То есть при крайне высоких, крайне низких температурах и при чрезмерном давлении. Действительно, экстремалы. Что это нам дает? Ну и что, да? Что это нам дает? Зачем эти бактерии, экстракт этих бактерий внесли в этот крем? Значит, незамерзающий белок. Значит, фактически это косметический антифриз. Защищает кожу даже в самые неблагоприятные погодные условия. Что он удерживает? Влагу. Влага нам для челу. Опять же, для синтеза эластина, кулакина и так далее. Для молодости нашей кожи. Значит, антарктицин представляет собой довольно сложную молекулу, получаемую с помощью биотехнологий путем ферментации морских бактериальных штаммов, принадлежащих к этим бактериям. То есть там это биотехнологиями. Значит, используется натуральный метод ферментизации, в котором не задействуются токсические и химические вещества. Все необходимые процессы осуществляются, активизируясь под воздействием кислорода, температуры и давления. То есть даже ферментации происходят естественными средствами без химии. Представляете? Вот насколько трепетно ученые отнеслись к этим бактериям. Я когда, конечно, прочитала про эти бактерии, я там сидела, ну была потрясена. Считается, что при нанесении экзополисахаридов, полученных из этих микроорганизмов, способны передавать часть своих полезных веществ и кожи. И кожа становится более устойчива к холоду, быстрее обновляется и восстанавливается. Но если они выжили в таких условиях, то, представляете, мы этот экстракт наносим на нашу кожу. Просто потрясающе. И это дневной крем. Нужен ли он только молодым? Скажите мне, пожалуйста. Ну это просто потрясающий крем. Поэтому скажу на складе. Вот это для молодых, это плюс 40. Ну не пользуйтесь этими бактериями. Мне очень нравится это, конечно. Теперь косметики. Были проведены тесты. Ну немножечко, я сейчас еще помучу тестами. Ну потому что это важно. Да, я вам просто рассказала, а ученые еще провели тесты. Значит, минус 30. Ну как вы думаете, кто из этих трех столбиков, где эти бактерии? Однопроцентный водный раствор антарктицида. Не замерзает при минус 30. Все уже там легли, а этот стоит. Посмотрите. То есть криопротекторным действием. Дальше. Способствует росту фибробластов и кератиноцитов. Что это такое? Это вещества, которые выделяются при повреждении. Которые быстро, которые выделяются при повреждении для рубцевания. И вот, значит, вот антарктицин способствует значительному росту фибробластов на 125%. И кератиноцитов 25 и через 24 часа 36% через двое суток. Тоже потрясающе. Дальше. Коллаген. Через 15 дней. Коллаген первого типа увеличивается на 128%. Коллаген четвертого 81%. Эластин через 15 дней 31%. Вот это бактерия. Кому там опять? Для молодежи? Так. Теперь смотрите. Регенерирующий крем. Сделали надрез и показали, как быстро заживление. Ну вот внизу, видите, он уже вверху практически рано остается. А внизу уже идет очень быстрое рубцевание. Через 7 дней рана образованная гликопротеином показала значительно... Обработанная гликопротеином показала значительное заживление по сравнению с контрольной культурой. То есть очень быстрое заживление. Теперь брали 10 добровольцев женщин, тестировали 5% антарктицина в течение 30 дней. Слепки кожи вокруг глаз. Слева контрольная группа, здесь которых обрабатывали 5% антарктицина. Уменьшение глубины морщин 50-60%. Класс просто уникальная бактерия. Тесты показали. Резюме. Препятствия потери воды. Омолаживающий эффект. Рано заживляющие. Сокращает количество и глубину морщин. Сокращает количество глубоких морщин на лбу. И возле глаз полностью разглаживает мелкие морщины. Восстанавливает коллаген первого, четвертого типа эластин. Это резюме. Шикарный продукт. Наш дневной крем. Да. Так. Сделала тест-драйв. У меня есть дистрибьютор Люда Лосева в Одессе. И она по промоушену выиграла крем. Я говорю, Люся, минус 30 в Киеве. Новая почта не берет косметику. Лови. Посмотрим. Все. Люся получила минус 30. Сказала, все нормально. Действительно, прошу. Так. Так. Кому показан? Все. Это вы поняли. Дальше. Вокруг глаз. Второй крем вокруг глаз. Тоже экстракт планктона. Не буду повторять. То же самое. Сеточка. Убирает усталость. Улучшает микроциркуляцию. Циркуляцию. Стимулирует синтез церамидов. И разглаживает. Образует сеточку, удерживающую влагу. Вырабатывает коллаген. И избавляется от мешков под глазами. И сюда входит еще в этот крем. Экстракт вакаби. Ну, это агрессивная такая морская бурая водоросль. Самая агрессивная на планете. Ее используют в пищу японцы, корейцы, китайцы. Очень любят. Здесь много витаминов, минералов, аминокислот. Тоже она входит вот в состав. Крема под глазами. Что здесь? Она защищает от ультрафиолета. И защищает гиалуроновую кислоту от расщепляющих ферментов. Разблаживает. Убирает раздражение. Ну и маска. Кто пробовал маску? Золушка. И как вам? Отлично. Просто восторг. Маска просто потрясающая. Так. Сколько у меня? Ага. Все. Все. Ага. Все. Сейчас я беру маску и два слова крема. Да. Значит, мгновенный визуальный эффект. Действительно, восстанавливает, осветляет кожу. Борется со следами усталости. Мне в Харькове спросили, как часто можно ее наносить. Ну, написано там два раза в неделю. Можно. Я, милый, консультировалась. Мы говорим, да, конечно. Вот крем и так можно ежедневно. Пожалуйста, кому нравится. Стирается признаки усталости. И лицо выглядит отдохнувшим. За счет чего? Мгновенный, действительно, эффект. Экстракт листьев Хаберли и Радобской. Придает сияние и синтезирует синтез эластина. И также вырабатывает коллаген эластин. Так. И за счет масла ши и сквалан. То есть это молодильное масло сквалан. Вот за счет этих компонентов и рисовое масло. То есть масло ши, рисовое масло сквалан и листья Хаберли и Радобской. Также масло граната и немножко рисового крахмала. Действительно маска шикарная. И два слова о креме для ног. Во-первых, там омега комплекс, препятствующий образованию трещин, покраснение, ломкости ногтей. То есть смотрите, масло макадами, масло семян подсолнца, масло кунжута. То есть омега-3, омега-6. И биополимер, биометик-полимер, близкий по структуре кожи. И то, что меня обрадовало, фруктовые кислоты. Жалко, что надо было, конечно, фруктовый еще какой-нибудь крем добавить. Очень люблю этот продукт. Очень хорошо обновляет, отшелушивает противовоспалительное действие. Действительно, ножки будут просто обновлены, благодаря фруктовым кислотам на крем для ног. Так, ну по косметике. То есть вы видите, что это профессиональная косметика для домашнего использования. Действительно, многофункциональная, дополняющая друг друга компоненты. Это действительно передовые технологии, которые есть в мире. Пользуйтесь на здоровье. Пользуйтесь на здоровье. Пользуйтесь на здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok